Да, и еще одна тема сегодняшнего дня. Фонд борьбы с коррупцией глава отдела расследований Марии Певчих сняла и выпустила пока что одну серию большого фильма о 90-х. «Предатели». Уже по названию понятно, что это фильм «Разоблачение». Речь в нем идет об обмане россиян, например, с ваучерами, с приватизацией и, конечно, с выборами. Большой кусок фильма посвящен тому, как первый канал «Массовое оружие» теперь пропаганды отдали Борису Березовскому. В результате куларной сделки с президентом, его протежей Юмашевым и охранником Коржаковым, первый канал перешел под частный контроль. С помощью ОРТ, тут Березовский не обманул, будут избраны и Ельцин, и позже партия Единства, которая станет Единой Россией, а потом и сам Путин. У их соперников больше никогда не будет шансов. Березовский, управляя каналом вручную и буквально надиктовывая журналистам сюжеты, на несколько лет превратится в вершителя судеб. С тех дней, в 94-м, по сегодняшний день, первый канал так и останется в собственности олигархов. Просто 20 лет спустя олигархи поменяются на путинских. Мое глубочайшее убеждение, что Россия диктатуры не избежать. Она наступит, с моей точки зрения, со стопроцентной вероятностью. Вопрос только в одном. Кто будет диктатором? Сама Мария сегодня в интервью на канале Александра Плющева сказала, что это первая серия еще самая, так скажем, мягкая из всех. Дальше будет жестче. Например, в следующей серии будут подробности о залоговых аукционах и выборах 96-го года. Людей убедили, в том числе с помощью все того же Первого канала, что есть угроза возвращения коммунистов. И нужно сделать все, лишь бы они не вернулись, даже избрать совершенно уже недееспособного, как президента, Бориса Ельцина. Первую серию «Предателей» посмотрели уже почти полтора миллиона человек. В соцсети весь день это обсуждают. Интерес огромный, так что и мы не обошли эту тему стороной. Прямо сейчас обсудим фильм «Мария Певчих» и вообще тему 90-х с журналистом Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, я знаю, я читала ваш большой пост в соцсетях о том, что этот фильм, вы считаете, ну, скажем так, дискуссию вокруг этого фильма, вы считаете, наверное, несвоевременной или некорректной? Поясните, пожалуйста, почему? Ну, почему же некорректной? Любая дискуссия корректна, если это дискуссия. Мне просто кажется, что у нас сейчас есть что обсудить более насущного. У нас сейчас война. И мне кажется, что именно на сегодняшнем дне и на сегодняшних обстоятельствах должны быть сконцентрированы все наше внимание, все наши споры, потому что, действительно, благодаря путинской диктатуре мир находится сейчас в большей опасности, я думаю, чем когда-либо за, не знаю, последние 80 лет. Со времен Второй мировой войны. Я думаю, что мы далеко оставили позади и Карибский кризис тоже. Мне кажется, что это не лучшее время сейчас разбираться с подробностями событий 90-х годов, но Алексей Навальный очень влиятельный политик. И после своей смерти он очень влиятельный политик. И вот если кто-то интересовался, зачем Алексей Навальный вернулся в Россию в начале 21-го, да, 21-го года, хотя он понимал, что его там арестуют, посадят в тюрьму и, вероятно, убьют, вот за этим, за тем, чтобы быть влиятельным российским политиком. И он таковым и был все это время, несмотря на то, что оставался в тюремной камере. И после своей смерти он таким остается. Он поднял эту дискуссию, и мы не можем пройти мимо нее. Так устроена российская политика, и такова роль Алексея Навального в ней. Ну, то есть само это существование дискуссии, то, что кто-то недоволен выходом этого фильма, недоволен оценками, Мария Певчих разделяет, так сказать, антипутинский лагерь, правильно я вас понимаю? В этом у меня некоторая проблема. Не совсем понял ваш вопрос, но к этому фильму, как к любому другому, так сказать, произведению, могут быть разного рода претензии. Мне, например, кажется, что он слишком плоский, что он одномерный, что он сводит сложные глубокие события к коррупционным эпизодам с участием какого-то небольшого количества людей. Впрочем, это всего только первая серия, я хочу напомнить. То, что мы с вами спускаем, это маленький кусочек этого фильма. Что будет дальше, я не знаю. Как повернется это повествование, я не знаю. И на что будет обращено внимание авторов, я не знаю. Я обсуждаю первую серию. Эта первая серия достаточно интересна, и в ней много впечатляющего. Я думаю, особенно для людей, которые не очень, так сказать, много труда и времени потратили на то, чтобы присмотреться к событиям 90-х годов. Но по поводу того, что рассказано в этом фильме, хочется сказать то, что мне очень часто хочется сказать по разным другим поводам. Все существенно сложнее. И да, я не боюсь этих фраз. Это другое. Все не так однозначно. Да, эти фразы имеют право на существование. Это важные очень для правильного понимания фразы. Их иногда нужно произносить. Не нужно их стесняться. Нужно помнить, простите, да, что те коррупционные эпизоды, даже очень впечатляющие и очень масштабные по тем временам, по нынешним временам, заметим, абсолютно ничтожные. Там речь идет о цифрах, которые сейчас выглядят смешно по сравнению с теми масштабами коррупции и теми масштабами воровства, которые мы наблюдаем в сегодняшней путинской России. Но по тем временам, да, это очень масштабные события. В них принимали участие очень влиятельные люди. Но их ни в коем случае нельзя рассматривать. Это просто ошибка. Это как бы изъян всего повествования. Нельзя рассматривать в отрыве от событий, в отрыве от политической ситуации, в отрыве от того, что Ельцинская администрация, особенно на раннем этапе своей деятельности, оказалась перед совершенно грандиозной задачей, колоссальной задачей демонтажа советского наследия, и запуска хоть каких-то живых процессов, живых процедур внутри российской экономики, российской общественной жизни, российской политики и так далее, и так далее. Люди очень хотели от этого избавиться. Люди жили под лозунгом «так жить нельзя». Вот чтобы так не жили больше, как прежде, на это работала путинская администрация. Для этого ей пришлось пойти на многое, в том числе на многие уступки перед людьми нечестными, перед людьми жадными, тщеславными, ищущими политического влияния и так далее, и так далее. Но выбора не было. Это, собственно, была цена за продвижение вперед, за демонтаж советской системы, за то, чтобы справиться с экономической катастрофой, в которой рухнул Советский Союз. И выделять это нельзя. Это не домик для уточки. Это другого масштаба события. Это другой природы события. И применять к ним простой инструментарий расследователя, который занимается разного рода коррупционными схемами, было бы, на мой взгляд, недальновидно. Это очень неполный взгляд, очень схематичный, очень плоский, одномерный. Да, и одна из целей, которая заявлена в фильме, по крайней мере, в первой серии, это рассмотреть, где произошел поворот не туда. Но глядя вот... В частности, обсуждается, например, что была к 96-му году, в том числе с помощью Первого канала, о котором много говорится в фильме, создана такая иллюзия, что вот если не избрать Ельцина, то вернутся коммунисты, и все будет еще хуже. Но вот как я, оборачиваясь, это помню, я это так и помню, этот страх, что перед тем, как вернутся коммунисты, и все что угодно, лишь бы не возвращение назад, это такой страх действительно был, и он, кажется, мне из этого времени, по крайней мере, кажется, что он был реальным. Вот этот вот поворот не туда, который обсуждается, разобраться, как мы повернули туда, не туда, а был поворот туда, и вот насколько реально, по-вашему, была та угроза, что вернутся коммунисты, и будет все еще хуже? Ну, погодите, во-первых, фильм до этого еще не дошел. По всей видимости, повествование об этом впереди, мы еще посмотрим, как авторы фильма про это поговорят, и с этим разберутся. У нас есть пока только какие-то отрывочные фразы, и какие-то отдельные элементы, которые оказались в этой первой серии. Что касается самого этого события и моей оценки его, я считаю, что ничего невероятного, невиданного в этом нет. Разные политические системы, разные страны на разных этапах своего развития оказываются в ситуации, когда всем становится понятно. Все, что угодно, но не это. Вот этого мы допустить не можем. Давайте вспомним вам с вами первый случай, когда Жан-Мари Липен, еще не мадам Липен, а Жан-Мари Липен оказался в финале во втором туре французских выборов, и вся Франция поняла, все, что угодно, но не Липен. Совсем недавно, в 2020 году, в Америке выиграл президент Байден, стал президентом Байден, потому что большое количество американцев сказали себе, все, что угодно, но больше не Трамп. Это больше невозможно. Ну вот посмотрим, кстати, как. Вернется сейчас и каким образом пройдут следующие президентские выборы в этом ноябре. Но мы таких случаев с вами довольно много найдем в истории. Ничего такого невероятного в этом нет. Когда стоит жесткий выбор, и когда общество объединяется вокруг кандидата, который его во многом не устраивает, и про которого много чего можно сказать, что он не годится по тому критерию, по этому, тем нехороший этим, и возраст у него не тот, и состояние здоровья, и окружение у него какое-то сомнительное, и поступков он свершил много, которые нам не нравятся. Но все, что угодно, но тот, кто ему противостоит, нам не годится. Такая ситуация была и в 96-м году в России. Сегодня доказано, доказано, математически доказано, что выборы 96-го года не были фальсифицированы. Еще раз, не были фальсифицированы. Они были фальсифицированы отчасти в первом туре в другую сторону, в пользу Зюганова. И это скажут вам люди, которые умеют анализировать выборы математические, типа там Шпилькина и так далее. Что было в 96-м году? В 96-м году была свирепая, такая, американоподобная избирательная кампания, которая была устроена для Путина, было собрано, для Ельцина, было собрано много денег, привлечены большие силы, в том числе популярные артисты, там, я не знаю, все что угодно. И была устроена такая американская избирательная кампания с ездой по стране, с выступлениями, ежедневными концертами и всем остальным. Вы такую кампанию видите каждые 4 года в Соединенных Штатах. Ничего страшного. Просто в России такой кампании не было ни до, ни после того, никогда. Это было. Да. И мы знаем людей, которые это организовали. Мы знаем людей, которые собрали деньги для этого, которые согнали, наняли, закупили огромное количество всяких артистов для этого, организовали эти поездки, устроили эти выступления и так далее. Мы все это знаем. И они переломили ход этих событий. И человеку, у которого в начале кампании были какие-то считанные проценты, как бы оценка его возможности выиграть эти выборы, довели его до выборов, до выигрыша во втором туре. Ну да. Ничего особенного. Ничего особенного с точки зрения мировой истории. Но почему-то как-то все считают, что это какой-то немыслимый перелом, изложение основ какого-то тоталитаризма в 96-м году и так далее. Я в 96-м году был главным редактором влиятельного еженедельного журнала, журнала «Итоги». Для меня никто не давил. Но для меня выбор был абсолютно очевидный. И было совершенно ясно, на чьей стороне я сам и мои коллеги, и наш журнал. И я не вижу в этом абсолютно тоже ничего невероятного. Я вижу каждый год в тех же Соединенных Штатах, как влиятельные средства массовой информации занимают позиции и заявляют перед выборами. Да, мы считаем, что для Америки лучше этот кандидат. А другие говорят, а мы считаем, что лучше тот. И делают это открыто. Я считаю, что в открытой позиции больше честности. Меня эту позицию никто не заставил выбрать. Она для меня была абсолютно естественной, потому что я видел ясную для меня угрозу в том конкретном кандидате. Я думаю, что многие могут сказать. Другое дело, что в этой ситуации нашлось большое количество людей, которые на этом довольно цинично, довольно нагло и, в общем, я бы сказал, довольно низкопробно пытались заработать. Я их не одобряю, такого рода людей. Я считаю, что стандарты профессии терять нельзя. И опускаться до газеты, не дай бог, нельзя было. К счастью, я в ней не участвовал. И никто из тех людей, чья профессиональная судьба меня интересует, в ней не участвовал. А люди, которые это тогда сделали, они до сих пор кривляются и как-то говорят, что зато мы хорошо заработали. Ну, вот. Это просто один эпизод. Это, ну, некоторый, может быть, пример того, что, да, все сложнее. Все на самом деле сложнее. Все не описывается одной фразой. Я не знаю, как это будут описывать авторы этого фильма во главе с Марией Певчих в ФБК, но я думаю, что это будет важный эпизод. Я думаю, что они будут разбирать его как большую коррупционную сделку. Если они ограничатся только этим, они будут неправы. Это не только вопрос коррупции. Это не только вопрос подкупа, там, или вопрос заработка для кого-то и так далее. Ситуация была сложная. Она была сложной до того, она осталась сложной после того. В истории Ельцина был позорный период, финальный период собственного правления, когда он фактически выпустил власть из рук, превратился в марионетку и как бы отдал себя во власть людей, которые были вообще ничем не заинтересованы, вообще ничем не обеспокоены, кроме собственной безопасности. Кроме того, чтобы успешно выскочить, так сказать, из политики, из власти и как-то спрятаться и ничем больше не рисковать. Мы знаем этих людей. Это ближайшее окружение. Это ближайшее окружение Ельцина того времени. Такой период был. Но то, о чем до сих пор шла речь в этом фильме, о начале Ельцинского управления, о демонтаже советской экономики, советской общественной системы, советской совершенно сгнившей политической системы и о создании вообще первого какого-то движения вперед, это не описывается историей про домик для уточки. Это не этого порядка события, и это не этого порядка интереса. Я хочу закольцевать наш с вами разговор. Все-таки о своевременности еще один вопрос у меня есть. Возможно, своевременность, необходимость этого фильма сейчас может быть обоснована тем, что он поможет привлечь новую аудиторию к антивоенным проектам, в частности, команде Навального к своему проекту. Но ведь они зашли на, как сказать, на территорию путинской пропаганды в том смысле, что 90-е ужасные были. 90-е были ужасные. Значит, переоценка фигуры Ельцина, я думаю, многие помнят этот кадр из фильма «Марии», где предатели написано буквально на лице Ельцина. И в этом смысле, что те, кто считают, что Ельцин был предателем, те, кто считает, что во всем виноват Чубайс, они, заинтересуясь этим фильмом, пойдут и потреблять и другой контент, например, тот, который создает команды Навального. И таким образом, как бы, ну, это некоторым образом антипропаганда, да, путинская, получается, или нет? Ну, конечно, в этом фильме много агитационного, и в нем, так сказать, такие, я бы сказал, откровенные приемы, удары, что называется, открытые ладонью. Да, весь вопрос в том, зачем это. Ну, раз мы начали про это говорить, то, наверное, будет хорошо, если какое-то количество людей заинтересуется реальными событиями 90-х, тем более, что возможность такая есть, информации много, написаны книги об этом, не безумное количество, нам всегда казалось, что как-то главные книги еще впереди, но кое-что есть, есть книга Дэвида Хоффмана олигархи, есть книга Михаила Фишмана преемник, есть много западных книг, про это написано, хотите, ищите, собирайте, читайте, гугл знает многое, надо только уметь гуглить, так что, если у этого будет вот такой эффект, я буду очень рад, и я очень на это надеюсь. Что касается привлечения внимания, ну да, эта тема такая зажигательная, и в этом смысле я понимаю фонд борьбы с коррупцией, которому зажигательности как-то нужно, как любому медиа, который заботится о размере своей аудитории, о внимании к себе, в этом смысле это совсем не бессмысленный ход. Вопрос в том, на что пойдут эти силы, на что будет употреблено это влияние и эта аудитория, которая может быть, которая может быть удастся нарастить в результате этого фильма, я этого очень желаю фонду борьбы с коррупцией, они делают важную, нужную работу своими расследованиями, и нам действительно есть что обсудить сейчас. Россия сейчас находится в чудовищном состоянии, Россия агрессор, Россия угроза для всего мира, мир постепенно осознает, что это война не с Украиной, а это война с цивилизацией в целом, Украина просто оказалась первой на этом пути, приняла на себя первый удар и осуществила, так сказать, построила первую линию обороны на пути варваров, которые пытаются разрушить человеческую цивилизацию сегодня. Так стоит вопрос, и это постепенно осознает и Европа, и Запад, и НАТО, и все. Медленно осознают, мучительно, с санкциями не могут никак разобраться, как-то санкции малоэффективны, плохо работают, дают сбои, плохо обоснованы, не препятствуют развитию военного производства в России и так далее. Надо этим всем заниматься, значит, нужно убеждать людей в том, что Россия это вот такое зло сегодня, это вот такая угроза сегодня. Если для этого надо поговорить о 90-х, окей, давайте поговорим о 90-х. Это будет польза от этого разговора. Да, что ж, ну мы будем ждать следующей серии, которую выпустит Мария Певчих и с нетерпением, наверное, даже, и посмотрим обязательно. Спасибо большое, Сергей Борисович, что пришли к нам в прямой эфир. Журналист Сергей Пархоменко был в эфире программы «Воздух». Спасибо. Спасибо.